Ёлочная игрушка советского периода – настоящий учебник по истории. Каждый период жизни СССР ознаменован выпуском определенных видов новогодних украшений. Например, когда в космос полетел Юрий Гагарин, фабрики стали изготавливать игрушки в виде космонавтов звезд и планет. А после Олимпиады в СССР стали популярны мишки – талисман 22-х летних игр. Коллекция получилась очень интересная, очень такая разноплановая. Есть игрушки картонажные, стеклянные, ватные, из пенопласта, из пластика. То есть историю новогодней игрушки можно как раз проследить по этой ёлке, начиная с 50-х годов до настоящего времени. Особое место в экспозиции отведено стеклянным шарам ручной работы. Они сделаны мастерами Нижегородской фабрики «Ариэль». Игрушками этой компании украшена еще одна – современная ёлка. Игрушки тоже разные. Есть и шары стеклянные, есть и формовая игрушка, сказочные герои, домики. Они представлены разными сериями. Также на выставке можно посмотреть игрушки мастеров, которые работают в русле народных промыслов. Большинство – это ватные изделия, в каждом из которых прослеживается уникальный авторский стиль. Отдельный стенд занимают изделия саровской мастерицы Елены Харулиной. Помимо знакомства с новогодними ёлочными украшениями, посетители выставки смогут поиграть на народных инструментах и украсить ёлочку игрушками-малышками. Экспозиция рассчитана на зрителей любого возраста. Выставка продлится до середины января. Будут работать все новогодние праздники. Будут проходить мастер-классы, творческие мастерские, экскурсии. Так что всех горожан ждём на нашей новогодней выставке и на наших мероприятиях. С подробной программой можно познакомиться в группе Музея народной игрушки в социальной сети ВКонтакте. Справки по телефону 6 64 94. Екатерина Опёнова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.